Владимир Путин встречает Сильвию Берлускони у горы Гасфорта, названной в честь командира Казанского пехотного полка, который удерживал высоту во время Крымской войны. Бывший премьер-министр Италии приехал в Россию с частным визитом. Вместе с президентом он посетил мемориал в честь солдат итальянского королевства Сардиния, погибших в боях Крымской войны в середине 19 века. Берлускони и российский лидер возложили к памятнику по букету алых роз. Во время осады Севастополя по горе Гасфорта проходил передовой оборонительный рубеж защитников города. Случалось, что в течение суток стратегическая высота несколько раз переходила из рук в руки. Сардинцы потеряли в Крыму более двух тысяч солдат. Можно здесь разбить парк? Пусть я муфары к вам парку. Ну, небольшой. То есть было бы хорошо сделать парк вокруг этой зоны. И нужно тогда проработать с музеем артиллерии в Турине, получить имена погибших здесь. И на стеле или рядом со стелой в парке разместить таблички. Спасибо. Сильвио Берлускони с энтузиазмом воспринял инициативу Владимира Путина и отметил, что сохранение памяти о Крымской войне имеет огромное значение для Италии. Крымская война мы изучаем в школе. Это был первый раз, когда Италия вышла таким образом, вот на мировую арену. Наш министр, который когда работал в сардинском правительстве, он вместе с Гарибальди, последующим, уже помог объединить всю Италию. Поэтому для нас это очень важный факт, важный факт нашей истории. Визит в российский Крым Сильвио Берлускони говорит о том, что у политика такого уровня не вызывает сомнений и вопросов по поводу вхождения региона в состав федерации. Но он не первый зарубежный гость. Летом там побывала группа депутатов французского парламента. После этого визита они призвали мировое сообщество признать итоги крымского референдума. Григорий Филиппов, телеканал «Звезда».